Александр Ярославич Невский Александр родился 13 мая 1221 года в городе Переславль-Залезский, был сыном переославского князя Ярослава Севолодовича. В 1225 году в биографии Невского по решению отца произошло посвящение воины. В 1228 году вместе со старшим братом был перевезен в Новгород, где они стали княжичами новгородских земель. В 1236 году после отъезда Ярослава стал самостоятельно защищать земли от шведов, ливонцев, литовцев. Начало его княжения пришлось на страшную пору в истории Руси, нашествия монгола-татар. До Новгорода полчища Батыя не дошли, но большая часть северо-восточной Руси, ее крупнейшие города Владимир, Суздаль, Рязань и другие были разрушены. Погибли многие князья. Произошедшая катастрофа перевернула весь ход русской истории и наложила неизгладимый отпечаток на судьбы русских людей, в том числе, конечно, и Александра. Хотя в первые годы княженья ему и не пришлось непосредственно столкнуться с завоевателями. Летом 1240 года в новгородские пределы вторглась шведская войска. Король страны римской и северной земли собрал силу великую и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным, и пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря, «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою». Александр действовал быстро. Услышав слова предводителя вражеского войска, он разгорелся сердцем и вошел в церковь Святой Софии, и, упав на колени перед алтарем, начал молиться со слезами. Александр уповает на Бога, и это дает ему уверенность в победе. Закончив молитву, он произносит слова, ставшие знаменитыми, «Не в силе Бог, но в правде». Он собирает небольшую дружину и, не дожидаясь помощи от отца, выступает в поход. По дороге Александр соединяется с ладожанами. И 15 июля, в день святого Владимира, русская дружина внезапно нападает на шведов, расположившихся на берегу Невы, близ устья реки Ижоры. Битва закончилась полной победой русских. Значение битвы очевидно. Шведский натиск в направлении северо-западной Руси был остановлен. Установлена граница между русскими и шведскими владениями, которая не изменялась на протяжении многих веков. Эта победа принесла громкую славу 20-летнему князю. Именно в ее честь он и получил почетное звание Невский. Значение битвы очевидно. Шведский натиск в направлении северо-западной Руси был остановлен. Установлена граница между русскими и шведскими владениями, которая не изменялась на протяжении многих веков. Эта победа принесла громкую славу 20-летнему князю. Именно в ее честь он и получил почетное прозвище Невский. Вскоре после Невской битвы Александр возвращается из Новгорода в Переяславль. Однако, лишившись сильного князя, Новгород не смог остановить наступление еще одного своего врага – крестоносцев. В год Невской победы рыцари в союзе с Чудью эстонцами захватили город Изборск, а затем и Псков – важнейший форпост на западных рубежах Руси. И в 1241 году Александру пришлось вернуться в Новгород. И вновь он действовал решительно и безо всякого промедления. В том же году Александр взял крепость Копорье. Немцев частью пленил, а частью отпустил домой. Из Медников же эстонцев Иважан повесил. На следующий год с новгородцами и с уздальской дружиной своего брата Андрея Александр двинулся к Пскову. Город был взят без особого труда. Немцы, бывшие в городе, были отосланы в качестве военной добычи в Новгород. Развивая успех, русские войска вступили в Эстонию. Однако в первом же столкновении с немцами сторожевой отряд Александра потерпел поражение. И 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера на узмении у Вороньего камня произошла битва, вошедшая в историю как ледовое побоище. Немцы и эстонцы, двигавшиеся клином, по-русски свиньей, пробили передовой полк русских, но затем были окружены и полностью разбиты. И гнались за ними, избивая семь верст по льду. И возвратился князь Александр с победою славною, рассказывая в житии святого. И было много пленных в войске его. Ледовое побоище имело огромное значение для судеб не только Новгорода, но и всей России. На льду Чудского озера была остановлена крестоносная агрессия. Русь получила мир и стабильность на своих северо-западных границах. В том же году между Новгородом и Орденом был заключен мирный договор, по которому состоялся обмен пленными и возвращены все захваченные немцами русские территории. На западных границах Александр действовал как решительный полководец, а на восточных – как искусный дипломат. За всю свою жизнь князь четыре раза посещал Орду с одной единственной целью – мирные переговоры с татаро-монголами. Его частые поездки в Орду имели целью предотвратить новое вторжение на Русь. Князь стремился исправно выплачивать огромную дань завоевателям и не допускать выступлений против них самой Руси. Историки по-разному оценивают ордынскую политику Александра. Одни видят в ней простое угодничество перед безжалостным и непобедимым врагом. Другие считают важнейшей заслугой князя смирение Александра, по мнению многих, спасло православную Русь как от физического уничтожения татарами, так и от духовного порабощения католическим Западом. Как бы то ни было, бесспорно, что политика Александра надолго определила взаимоотношения между Русью и Ордой, во многом обусловила выбор Руси между Востоком и Западом. Четвертая поездка в Орду оказалась последней. Осенью 1263 года уже больной Александр вернулся на Русь. Добравшись до Нижнего Новгорода, князь совсем занемог. В городце на Волге, уже чувствуя приближение смерти, Александр принял монашеский постриг, согласно поздним источникам, с именем Алексея, и 14 ноября скончался. Тело его перевезли во Владимир и 23 ноября похоронили во Владимирском рождественском соборе. Известны слова, которыми митрополит Кирилл возвестил народу о кончине великого князя. Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской. Потрудился Александр для русской земли. Мужественно и победоносно боролся он с западными врагами. Расчетливо, умно берег свой народ от хищных татар. Среди трудных княжеских дел не забывал благочестивый князь и христианских обязанностей. Много серебра и золота передавал он во рду. Немало несчастных выкупил из тяжелой неволи татарской. Многие звали его своим ангелом-хранителем. Русская церковь причла его к лику святых. Ныне церковь празднует память святого и благоверного великого князя Александра Невского 23 ноября, 6 декабря и 30 августа, 12 сентября. Книга Василия Дмитриевича Сиповского «Родная старина» была написана очень давно, еще до революции 1917 года. Эту книгу можно читать всей семьей. Важнейшее событие русской истории изложено в ней в строгом соответствии с первоисточниками и научными разработками. Вместе с тем, простота, чистота и живость языка книги делает ее увлекательной и интересной для чтения. Эта книга поможет восполнить знания по отечественной истории любому взрослому человеку, педагогу, родителю, ученому. Я хочу познакомить вас с книгой «Самые знаменитые святые и чудотворцы России», авторы которой Алексей Юрьевич Карпов и Алексей Алексеевич Юрьев. Тексты для презентации мы брали и из этой книги. Она включает в себя не житие святых, а именно их жизнеописание, биографии. Слово «биография» также не слишком подходит для рассказа о святом. Но задача авторов книги состояла в том, чтобы показать прежде всего обстоятельства жизни тех людей, которые после смерти были канонизированы православной церковью, то есть причтены к лику святых. В течение столетий православная Русь молилась своим угодникам и чудотворцам, надеясь на их защиту и покровительство. Святые князья-мученики, в том числе и святой благоверный великий князь Александр Невский, незримо присутствовали на полях сражений и через столетия после своей смерти помогали свыше срубственникам своим, русским князьям и всем русским воинам.